Девушки отдыхают И вот Хабиб Нурмагомедов Последний свой поединок он провел 19 апреля 2014 года И тогда одержал победу единогласным решением Просто в великолепном стиле Растерзав действующего чемпиона UFC в легкой весовой категории Рафаэля Досанеса Ну тогда Рафаэль Досанес, конечно же, находился не в ставстве чемпиона И не зря нам показывают красивые, роскошные тейкдауны И, собственно говоря, рекордсменом по количеству тейкдаунов за один поединок Хабиб и является Вообще, конечно, борьба у него просто на сумасшедшем уровне Но, как опять же отмечалось в интервью его отца и тренера Абгуманапа Нурмагомедова Очень здорово подтянул свой бокс Хабиб и боксировал не с кем-нибудь, а с Люком Рохольда Поэтому спарк-партнеры у Хабиба были что надо Ну, в Америке тренируется Хабиб в одном из лучших залов мира В Американской Академии Кикбоксинга И там, в общем, недостатка в спарринг-партнерах быть не может Действительно, бойцы... Вот есть несколько залов в США, в которых бойцы просто растут Постоянно прогрессируют Это Американская Академия Кикбоксинга Там Американ Топ Тим Зал Грэга Джексона А сейчас на наших экранах Даррел Хорчер Итак, действительно, 28-летний американец по прозвищу Святой или Святоша Выступает за клуб Unrivaled Athletics Даррел Хорчер начал свою профессиональную карьеру в ММА 10 сентября 2010 года На турнире Fight Night in the Cage 1 Дебют был удачным победой техническим нокаутом за 48 секунд Следующие 4 поединка Хорчер также выиграл и завоевал титул Чемпиона местного пенсильванского промоушена Комплинт Дивистейшн в легком весе Достигнув определенной степени региональной известности Перебрался в Белатар, где дебютировал в октябре 2012 Получив место в резервном бою 7 сезона гран-при легковесов Свой первый поединок против Эйджи Брукса Святоша выиграл брутальным нокаутом на первой минуте схватки Во втором по значимости промоушене США Даррел провел еще два боя Последним из которых потерпел свое первое и пока единственное поражение в карьере На турнире Белатар 95 он уступил единогласным решением судей Филиппе Наверу После проигрыша Хорчер решил сменить организацию и заключил контракт с Кейдж Юри Файтинг Чемпионшипс В этом промоушене, собственно говоря, стал чемпионом 7 февраля 2015 года в бою против Джордана Стинера Даррел выиграл тот самый пояс и затем его защитил Ну а сейчас на наших экранах Хабиб Нурмагомедов, его боевое прозвище Орел Родился он в 1988 году в селе Сиди Цумадинского района Дагестана С детства тренировался и тренируется до сих пор под руководством своего отца Как мы уже упоминали, Абдулманапа Нурмагомедова Во время пребывания в США работает с Хабьером Мендесом С тренером в Американской академии кикбоксинга Финалист чемпионата России Обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою Чемпион России Двукратный чемпион мира по боевому самбо Чемпион Европы по антратиону И обладает огромным количеством любительских титулов Хабиб Нурмагомедов Как профессионал, как профессиональный боец смешанного стиля выступает с сентября 2008 И до перехода в сильнейшую лигу мира успел провести 16 победных поединков Он прошел целый ряд серьезных бойцов Таких как Али Багов, Шагбулат Шамкалаев, Шамиль Абдул Керимов И многих-многих других В UFC также идет без поражений Шесть побед у него Самая важная победа, о ней мы тоже уже сегодня упоминали Случилась в крайнем поединке Когда был повержен ныне действующий чемпион Рафаэль Досаньос Но не помимо этого под натиском Орлане устояли Камал Шалороса, Пит Хилли, Глейсон Тибао, Тиаго Таварес и Абель Трухио С последним Нурмагомедов бился как раз в сегодняшней весовой категории промежуточной до 72 килограммов И тогда Хабиб не просто выиграл бой, но и поставил рекорд в UFC по количеству тейкдаунов За бой 21 тогда был им осуществлен перевод Парта вообще зрелищные тейкдауны, зрелищные броски Это такая своеобразная визитная карточка Хабиба Нурмагомедова В общем, главное, что Хабиб возвращается Не важно, что не получился поединок с Тони Фергюсоном Смотрим Это противостояние Хабиб Нурмагомедов против Даррела Форчера Абель Симон Алексей Петюраль В lados Вended в истории Виталия Возвращение в Беларуси, отбросил Мистера, 12 побед, 1 лосс. Он находится 5-10-х, в 161-пл. Их от Шермерсдель, Пенсово, Даррел Ле Сейт Орчер. Их отбросил Мистера, и он находится 5-10-х, отбросил Мистера, в Беларуси, 22 победы, и сыр-цел-цел-цел. Их отбросил Дагестан, вбросил Мистера, который марш-цел-цел и наше время наше время Органим, обеяна Мистера! И где-то продолжение Продолжается UFC on Fox 19. Джеймс Уоррен обслуживает этот поединок. Хабиб Нурмагомедов против Дарла Хорчера. Промежуточный вес до 72 килограммов. Все готово к началу поединка. Хорчер левша. Это нужно учитывать Хабибу, безусловно. Так поединок начался. Отдает Хабиб центр октагона. Никуда не торопится. Отбирает нужную дистанцию. Так сказать, привыкает к октагону UFC заново, можно сказать. После двухлетнего простоя. Около 70 болельщиков, насколько я знаю, приехали поддержать лично Хабиба на этот турнир. И слышали мы, как скандируют его имя в самом начале поединка. Но Хорчер никуда не торопится. Хорчер понимает, что вот так довелось ему, выпало в судьбе сражаться в самом дебюте в UFC с одним из лучших бойцов легкого дивизиона. Напомню, что Хабиб Нурмагомедов занимает вторую позицию в рейтинге легковесов. Всего лишь один удар справа выбросил Хабиб. Но какой же быстрый он был. Действительно великолепные быстрые руки у Хабиба. Подбирает он момент для начала своей атаки. Но Хорчер никуда не торопится. Хорчер понимает, что статус фаворита обязывает Хабиба Нурмагомедова действовать активно и пока что полторы минуты первого раунда позади. И по сути каких-то активных действий не было. Вот сейчас двойка по воздуху пришлась от Даррала Хорчера. Во фронтальной стойке практически стоит Хорчер. Полуразвернувшись к Хабибу, нет пока переводов, на которые, наверное, рассчитывал Хорчер. И отрабатывал защиту от тейкдауна в первую очередь. А Хабиб предлагает именно стойку, рубку на руках. Вновь дважды пытается достать попадание. Хорчер, да, и в ответ точен Хабиб. Пускай вскользь, и вот попытка первого прохода пока неудачна. Да, и сразу же, как только стало понятно, что захват не удался, достал на выходе до дальней дистанции Хабиб Хорчера, и продолжается поединок. Но пока что такой очень нервный характер этого боя. Пытаются всячески раздергать друг друга соперники. Очень много ложных, обманных движений. Но Хорчер спокоен. И попал сейчас слева через руку. Проход, первый проход в исполнении Хабиба после возвращения. Смотрим, есть тейкдаун. И забирается, похоже, в холт-маунт, насколько отсюда видно. Да, судя по всему, да, одну ногу... Да, одну ногу Хабиба блокирует. Это Даррел Хорчер. В лучших традициях своих же собственных выполнил Хабиб этот перевод. Тем более, две минуты до конца первого раунда. И отрабатывает Хабиб, контролирует соперника в партере. Наносит удары. Завязал правый Хорчер своему сопернику. Да, Даррел Хорчер такую классическую защиту демонстрирует нам в таких ситуациях. Блокирует одну ногу, левую. Хабиба Нурмагомедова прихватывает за руки нашего бойца. Хабиб включает локти. Идет работа внизу. Да, может быть, она не такая быстрая, как нам хотелось бы. Но Хабиб делает все правильно, академично, постепенно. И Херб Дин также спокойно за этим наблюдает и не поднимает бойцов в стойку. Но сейчас Хабиб Нурмагомедов улучшает собственную позицию. Выходит на боковой контроль. И включает правый локоть. Пассивная оборона от Хорчера. Практически никак он не реагирует на эти удары. Руки были заблокированы. Но вот вырывается из захвата. Из этих смертоносных объятий Хабиба Нурмагомедова Хорчер. Но достаточно серьезные повреждения. Локтем здорово работает Хабиб. Сейчас буквально кружит вокруг своего соперника. Забирает спину, заправляет одну ногу. Второй еще там нет. Оказывается, в Мауде практически еще серия атакующих ударов. И вынужден отдать спину Даррел Хорчер. Остается чуть больше 10 секунд до окончания первого раунда, который однозначно просто забирает Хабиб Нурмагомедов. Будет попытка или нет удушающего приема в концовке? Нет, по затылку не наносится удар. Ну что же, Даррел Хорчер против Хабиба Нурмагомедова. Это UFC on Fox 19. И поединок продолжается. Второй раунд. Очень тяжело пришлось Хорчеру в концовке первой пятиминутки. Ну, если бы было еще немного времени Хабиба, то, возможно, уже не понадобилось бы второго раунда. Но, опять же, сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться. И Хабиб идет вперед с первой секунд. Второй раунд начинает намного более агрессивно, нежели первый. Да, сразу же показывает давление. И вот есть, забирает ногу соперника Хабиб Нурмагомедов. Отчаянно пытается вырваться из захвата Хорчер. И будет сейчас еще один перевод в партер. Пытался спастись под хватом Хорчер неудачно. И здорово проводит бросок через бедро Хабиб. Оказывается, в удачной для себя позиции будет развивать успех. Вновь боковой контроль. И сейчас опять Даррелу Хорчеру придется не сладко. Мы помним, что в первом раунде из такой позиции отлично отработал ударной техникой Хабиб Нурмагомедов. И затем вынудил Даррела отдать спину. Ну что же, как будто первый раунд, который недавно закончился, продолжается. Меньше минуты во второй пятиминутке понадобилось Хабибу Нурмагомедову, чтобы перевести соперника на канвас. Очень здорово работает локтями Хабиб. И опасно. Похоже, что есть сечка на голове у Хорчера. Еще целая серия попаданий. Продолжает атаковать Хабиб. Тяжеленные удары. Попадает что-то, что-то не попадает. Но в любом случае Даррелу Хорчеру приходится очень тяжело. Вновь блокирует руки соперника Хабиб Нурмагомедов. Начинает наносить тяжелые удары левой. Все, в бомбастейшем положении находится Хорчер. И похоже, что здесь уже дело времени. Хабиб идет к своей победе. Очередной 23-й уже по счету. И седьмой в UFC. Сколько еще рэпери выдержат этого избиения? Отключена правая, левая тоже. И целый уже град ударов сыпется. Пытается мастить и работать корпусом Хорчер неудачно. Такое распятие выполняет Хабиб Нурмагомедов. И Хорчер изо всех сил отчаянно, просто судорожно пытается спастись. Понимает, что эта позиция просто смертельная для него, американский боец. Но Хабиб заблокировал намертво обе руки соперника. Вот сейчас вырывается правая. И появилась возможность для защиты у 28-летнего американца. Отдает спину еще целой серии ударов. Духовитый боец Даррелл. Надо отдать ему должное. Забирает спину Хабиб Нурмагомедов. Продолжает наносить удары. Ну, в общем, действует он спокойно. Действует он деловито. Это все эти моменты, все эти переходы из одной позиции в другую. Бойца такого класса, как Хабиб Нурмагомедов, отработаны просто до автоматизма. Закрывает замок на пояснице. И оборона, и защита Даррелла уже выглядит пассивной. Пытается он работать корпусом. Продолжает сыпаться на Даррелла удары с разных сторон. Он периодически отрабатывает по корпусу Хабиб. И уже пассивная оборона никак не реагирует на эти удары. Просто закрыл голову руками Даррелл Корчер. Ну что же, случилось. Хабиб Турмагомедов одерживает седьмую победу подряд в UFC. И таким характерным жестом демонстрирует нам то, на что он нацелен сейчас. Это, конечно же, титульный поединок. И это пояс чемпиона. Да, Даррелл расписался в своем поражении. Расстроен он, конечно же. Но действительно, все-таки разница в классе здесь присутствовала. И Хабиб сейчас говорит на пустые слова Дарреллу. Благодарит его за поединок. Хабиб всегда отличается и отличался, и отличается уважением к своим соперникам. Но и Хабиб тут еще слова благодарности говорит Корчеру. Он прекрасно понимает, что этот парень буквально спас этот бой. И после того, как Тони Фергюсон выбыл из этого карда, из этого поединка, именно благодаря Корчеру и случилось возвращение Хабиба Нурмагомедова сегодня. Возвращение которого мы так ждали. Мужественный парень принял бой буквально за 10 дней. И подготовился как смог. Сражался до последнего. Даже, наверное, Алексей обратили внимание, когда поднялся Корчер. Как он, ну, раздосадован и недоволен был, что все так закончено. Безусловно, сделал то, что мог. Но, в общем, исход таков, какой и ожидался. Конечно, Корчер – боец, боец духовитель, как мы уже отвечали. Но, с другой стороны, мы сегодня сумели с вами посмотреть на Хабиба во многих аспектах. Это была не быстрая победа, а победа во втором раунде. Мы увидели, как он ведет себя в октагоне. Какой у него футворк, какой у него бокс. Ну, в том, что у него прекрасная борьба, никто не сомневался. И сегодня Хабиб продемонстрировал все эти качества. Мы видим, что он находится в полной боевой готовности. А теперь он находится еще и в соревновательном тонусе. Одним словом, Хабиб готов. Готов действительно к новым свершениям. И самому главному свершению – бою за чемпионский титул. Ну и давайте теперь взглянем на то, как выглядит легкий дивизион UFC. А вернее, его верхняя часть. Чемпион Рафаэль Досаниус. Первый номер, которому предстоит летом. Титульный поединок с чемпионом Эдди Альварес. Ну а дальше второй номер и, можно сказать, второй на данный момент претендент – это Хабиб Нурмагомедов. Третий – Энтони Петис, с которым, кстати, Хабиб не дрался. Но и мы знаем, что сам Нурмагомедов требует практически уже от руководства UFC титульного поединка. Вот не владею я, к сожалению, этой статистикой. И вообще были ли бойцы, которые в UFC одержали 7 побед подряд и не получили титульного поединка? Ну, Ян, еще дополню вас. Дело в том, что у Хабиба и Даны Уайта, и вообще, и все сложились очень хорошие отношения. Даны Уайта и его промышлен во многом помогали Хабибу в те моменты, когда он был травмирован, и сейчас пошли на встречу. Поэтому вот именно слово «требует». Конечно же, мы хотим чемпионского боя для Хабиба, безусловно. Все российские зрители этого хотят, и Хабиб сам хочет, безусловно. Но все-таки здесь последнее слово, безусловно, останется за Уайтом, и, видимо, все-таки еще один поединок Хабиб проведет до титульного в любом случае. Но посмотрим, слушаем сейчас официальное объявление победителя. Поздравляем Орла с очередной победой. 23 теперь в посадном списке. Хабиб Нурмагомедов, и по традиции уже, можно сказать, одевает Жорогуну в данную боль. И теперь вы видите, говорит Хабиб Нурмагомедов, как за два года проголодался Орел, и насколько он опасен в таком состоянии. Благодарить своего тренера, Хабьера Мендеса, мексиканского гангстера, и все, кто помогал, готовятся к этому поединку. Никто не хотел принимать бой на коротком уведомлении, Хорчер это сделал. Сабиб говорит, что с огромным уважением относится к своему сегодняшнему сопернику, потому что очень многие разговаривали и говорили лишнего по поводу потенциального боя. Дальше с Хабибом, когда он был травмирован, но почему-то эти люди куда-то исчезли, а когда он здоров. В любом весовом дивизионе я готов встретиться с любым оппонентом осенью, желательно в Нью-Йорке.